Всем привет, друзья, с вами Неловок. Сегодня мы играем Hello Neighbor Alpha. Ой, не альфа, это же бета-версия. Бета-версию мы сегодня играем. Привет, сосед. Итак, что мы сегодня будем делать? Сьюзи, поздоровайся с нашими зрителями. Привет, друзья. О, молодец. Кушать хочу. Так, что-что-что? Ты кушать хочешь? Да, хочу кушать. Так, так-так, ну тогда надо нам сегодня собрать какую-то еду, наверное, у соседа. А то как-то он жадничает в последнее время. Нужно нам как-то это исправить. Смотри, какая красивая курочка, ты заметила? Ну да, да. Но я не уверен, что мы найдем такую же красивую курочку, но что-то, я думаю, найдем. Итак, вперед, двигаемся, 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 двигаемся на поиски еды, ребята. Сегодня мы идем. Итак, я называю этот ролик под названием Челлендж Еда. Челлендж Еда. Или продуктовый челлендж, можно так еще назвать. Что же мы будем сейчас делать? Надо его первым капкан обезвредить, чтобы мы могли спокойно проникнуть туда, в домик, и забрать нужную нам еду. Ой, кажется, нас уже заметили. Уходим. Сиди, там тоже где-то попался в капкан. Ого, ого-го-го-го-го. Так, стак-стак-стак-стак-стак. Надо подождаться, пока он уйдет. А то как-то нехорошо, если он сразу словит на первых порах. Ого, у него тоже багажник есть в машине. Так, давайте не будем отвлекаться, надо еды найти. Срочно нужно найти еды. Так-так-так, заходим через задние двери. Ага, они закрыты, задние двери. Тогда через окно залезем. Залазим через окно. Мы сегодня в роли такого воришки немножко играем. Давайте сначала обчистим его холодильник. Если получится посмотреть. О, молочко есть. Выврываемся из его лап. Он даже упал. Молоко, молоко, молоко. Похищаем его молоко. Кажется, я успел две баночки его забрать. Но уже неплохо. Сьюзи, смотри, что я принес. Ух ты. О, да, молоко принес, смотри. Вот смотри, раз молочко тебе, два молочко. Но ты должна понять, что это молоко, ну, не хранится на свежем воздухе, в тепле. Нужно обязательно его в холодильник спрятать. Это морозильная камера. Тут у нас для... Под морозильной камерой обычно овощи, фрукты хранятся. А внизу, в принципе, может быть молоко. Но на дверце у нас ничего нельзя оставить. Поэтому у нас такой холодильник старенький, но хороший. Послушайте, какой красивый звук, когда он закрывается. Вот, дунц, дунц. Прикольненький такой звук. Так, тут у нас тумбочки, я не знаю, что... Где-то здесь будем, наверное, потом посуду хранить. Решим потом еще с тобой, хорошо? Хорошо. Вот, все, я пошел дальше добывать его. Давай, давай. Так, какую еще бы еду еще добыть? Так, яблочко. О, ну, Сьюзи не знает, что это яблочко тут у нас в машине было. Ну, поэтому его тоже можно будет и принести. Я скажу, что я у соседа его взял. Так, что это тут? На мусорке мы ничего брать не будем, но подождите-ка, подождите-ка. Мы, в принципе, парни не гордые. Можем, в принципе, взять. Если что-то хорошее, вот это еще вроде целое. Не испорченное. Можно забрать. Так, двигаемся дальше и наблюдаем тихонечко-тихонечко. Где-то сосед тут рядом. Нам нужно не попасться ему на глаза. Вот здесь какие-то есть коробочки с чипсами или что-то такое. Какие-то макарошки. А, сосед! Ой-ой-ой, вырываемся, вырываемся. Вырвались, кажется, вырвались или нет? По-моему, я вырвался. Где еще у него есть еда? Здесь что ли? А, сейчас меня словит. Все-таки вот сейчас он меня уже словил. К сожалению, к сожалению. Сьюзи, я кое-что принес. Не с пустыми руками пришел. Не с пустыми, не переживай. Вот, смотри, значит. Это что? Say what? Say what? Say what? Say what? Вот, вот, что вот. Кочем яблочко принес. И такие какие-то чипсы принес. И макарошки. Макарошки, в принципе, желательно в холодильнике держать. А яблочки, это у нас уже фрукт, тоже туда нужно засунуть. Значит, мы тут, тут под морозилкой у нас хранится. А это относится, там есть мяско к мясным продуктам. Мясные продукты мы в морозилку засунем. Вот так будем распределять. Молочко и такое всякое, что не сильно портится быстро внизу. На второй полочке разные у нас будут овощи, фрукты. А на верхней такой что-то мясное, что-нибудь такое, такое, да. Так, наблюдаем, наблюдаем внимательно за соседом. Его нигде нет. Хорошо, можем вроде бы заходить в домик. Ой-ой-ой-ой, кажется, он за мной гонится сзади. Сразу за мной бежит. Это мне не нравится, конечно же. Я вырвусь? Вырвусь. Мы можем сейчас забежать, по идее, в его комнату в спальню. Там точно есть какая-то еда. Вот капкан. Вот, смотрите, сколько здесь этих вот суши. Ой, это плохое суши, это испорченное. Это он все покушал. Ё-моё, вот здесь было что-то еще. Что тут? Кассета. Это не еда. О, холодильник. Куда делся? А, холодильник упал. Все, понял. Я думал, холодильник куда-то пропал. Так, клей нам не нужен. Но клей, в принципе, можно как молоко расценивать. Так, тут где-то было яблоко 100%, но я его упустил. Эх. Так, смотрите, что я принес. Юзи, приветики. Еще раз тебе. Так, я вот принес вот такое. Это больше к мясным относится продуктам. Это мы сюда прячем. Хорошо, двигаемся дальше. Нам нужно что-то еще найти. В той комнате, вот этой главной, можно, в принципе, разбить окно. Ой, не попал. Я так вроде целился хорошо. А ну-ка. Да ё-моё, что происходит? Почему он туда не выпадает? Опа. Как что с этими штуковидами происходит? Ладно, берем пакетик. Можно пакетик долетит. Где мне найти банан? Так, разбил стекло. Хорошо. Ой-ой-ой, назад-назад-назад-назад. Уходим, уходим. Я думал, сейчас хорошенько так ограбим. Хм, яблоки были наверху. Что там еще было? Ээээ, семечко я посадил, по-моему. Да, семечко я посадил. Хм, 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 где же еще еды найти? А сосед тут не дремлет, сразу меня замечает. И перепрыгивать так уже хорошо научился. Смотрите, как он прыгает. Ох, как он бегает хорошо. Какой-то он стал очень хитрый. Давайте же... Так, он там ко мне хотя бы не идет на мою территорию. Это уже хорошо. Обсмотрим мою машину. Багажник, ключик. Багажник у меня какой большой. Здесь можно что-нибудь собирать в этом багажнике. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо подумать, где была еще еда. Вспоминайте, вспоминайте, я не помню. Если кто-то напишет в комментариях, где была еще еда, я буду очень благодарен. Потому что у меня пока что догадок нету. Таких точных, точных догадок нету, где еще еда была. Но, в принципе, если я его надурю сейчас, быстренько так перебегу, в капкан его закрою. А сам пойду тут искать еду. Вот это можно забрать. О, закрыто. Дверь. Вот это разобьем. Залезем в окно. Вот. Может, здесь где-то еда. О, яблоко! Нашел одно яблоко! Ура, ура, ура! Нашел еще одно яблочко. Где вода бежит? Фонарик. Где вода бежит? В унитазе. Что-то на унитазе есть на крышку? Может, это разработчики, почему они до сих пор ничего не поставили на сюда, на сверху? Там должен был какой-то секретик. Всегда, во всех, во всех фильмах, во всех, везде, везде был секретик сверху. А тут нету секретика сверху. Ну, ладно. Так. Это стол мы уберем. Тут ничего нету. Тут тоже яблоко нашли. Это тоже хорошо, в принципе. Так, камера! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кинул меня! Перепрыгнем! Сам попался в капкан. Надо же! Как мне? Ладно, яблоко хотя бы отнесу на нашу базу. К домой. Сюзи, посмотри, какое у меня яблочко красивое. Очень красивое. Ложим сюда яблочко. Закрываем это дело. И идем дальше что-то искать. Я очень хотел бы знать, где мне найти банан. Только банановая кожура есть, а бананов нет. И меня это немножко расстраивает. Как же так? Мы без банана. Ну, кожура раз, кожура два. А где же сами бананчики? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нету бананов. Но ничего. Мы все-таки где-нибудь... Да и найдем еще еды, я надеюсь. Если нам проникнуть наверх, то, скорее всего, мы там что-то найдем. Но туда наверх, вы помните, что не так-то просто проникнуть? Можно попытаться, конечно. Через картину, например. Давайте пролезем, пролезем. Давайте, давайте. Пойдемте. Пойдемте за мной, за мной. Пойдемте. Так, тут у нас манекен. Двойник Сьюзи. Или копия. Или кто это? Так, тут ничего. Вот туда. Опа. Ес, допрыгнул. Хорошо, получилось. Тут цветочки. Ой. Один клей разбил. Так, вот тут как будто пирамидка уже для меня построена кем-то. Хорошо, в этом не только на руку. Картину. Нужно подвинуть эту картину. Опа. Все, открыли домик. То есть не домик, а тайную комнату открыли. Как в Гарри Поттере. Так, тут ничего нету. А там может быть какой-то, какой-то фрукт или овощ. Что-нибудь найти можно попытаться. Книжечки. Так, так, так. Тут ничего нету. Подушечка. Тут такого-такого ничего, в принципе. Тут что? Угу. Тут тоже ничего. Я в поисках еды. Я такой, знаете, какой-то такой ненасытный мальчик. Хожу. Иду, иду. Давай ему. Так, что тут? Тут ничего нету ценного. А тут? А тут косточку я все-таки посадил. Посадил. Знаете, что будет самое крутое? Если мы вырастим большое золотое дерево. Вот, золотое дерево. О, эта штука работает. Если мы вырастим золотое дерево, получается, у нас получится это самое сделать. Яблоко получит золотое. Вот что? Я сказал золотое дерево. Просто дерево, если мы вырастим, получим золотое яблочко. И это будет очень круто. Мы тоже сможем его себе втятать в холодильник. Так. Подушка. Мне бы ломик достать. Где же ломик был? Ломик был в той комнате, а я его себе забрал уже или нет? Я уже призабыл. Честно говоря, куда я дел лом? Куда я дел лом? Где-то здесь? Нет, значит ломик еще на месте. Но потом разберемся. Сейчас моя задача. Задача еще найти какие-то продукты. Но я пока что, ребята, уже ничего не вижу. Наверное, я все собрал, что можно было найти. Наверное. Что ж, давайте тут еще посмотрим. Ну, в принципе, тут есть такие еще испорченные продукты. Ну, представим себе, что это банан нормальный. И это что нормальное? Кусочек яблочка, может быть, еще съедим. Тоже съедим. Молоко уже не будем брать. Это реально кака. А это все, что я вот теперь взял. Вроде бы нормальное. Принесем его тоже себе домой. И спрячем в холодильник. Так, яблочком. Вот, тут у нас всякие фрукты. Как будто овощи. Вот такое у нас будет храниться. Тут, значит, у нас всякое такое, что не очень быстро портится. А здесь всякое мясное. Все. Морозилки. Хорошо. Сюзи, ты рада? Мы теперь много еды у нас. Теперь можем жить и пожевать. Но, в заключении, мне бы хотелось найти лейку. Но я не знаю, где она. Где-то я ее затерял. Я не палил свою косточку, и поэтому она у меня не растет. Мне бы очень хотелось найти лейку. У меня камера уже засекла. Пум. Ему в голову попал, кажется, камерой. Наверное, ему больно. Лейка, тут где-то есть лейка? Ой, нашел лейку. Хорошо. Хорошо, хорошо. И уходим, 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 уходим. Так. Где бы мне набрать воду? А я могу попробовать набрать воду у себя в домике. Так, пройдем сюда, пройдем сюда. О, набираем. Набирается вода, интересно, или нет? Наверное, нет. Так, подпрыгнем, подпрыгнем. Присядем тихонько так. Ну, набралась. Почему я не вижу индикации набора воды? Так, все-все-все, перекрывай воду, надо экономить. А то кто будет за коммунальные потом платить? Так, все, бежим поливать дерево. Вернее, нашу косточку в земле. Хоть сосед снова на меня. Увидел где-то. Так. О, поливается. Замечательно. Теперь начнет наше дерево расти, и мы потом добудем наше золотое яблочко. Вот такая получилась у нас серия в этой части Hello Neighbor Beta. Вот, мы, в принципе, собрали довольно много разных продуктов. Сьюзи рада, прямо на седьмом небе от счастья. Сейчас мы тут двери можем эти закрыть? Не можем, к сожалению. Так, тут у нас шкафы. Что-то тоже можно будет пособирать. Ну все, Сьюзи, короче. Я собрал, собрал все, что можно было. Смотри. Ты теперь рада, и теперь можешь мне что-нибудь даже полчаса мне надо готовить. Ты мой там плеч. Илья тебе, когда ты будешь лежать в кроватке. А как ты будешь лежать? А вот так ты будешь лежать. Вот так. Вот так. Ой, ну что-то ты не сильно ложишься. Ну, представим себе, что ты легла. Все, ребята. До скорой встречи. Пишите ваши предложения, чтобы вы хотели еще увидеть про игру Hello Neighbor. А с вами был Нила Моб и полный холодильник еды. Сейчас мы даже поставим всю дочку сюда. Откроем холодильник. Опа. Вот. Холодильник еды. Ура. Всем пока. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok